ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло! Мир вашего господа, Петя Тихонович! Добрый вечер, Юрий! Ты мне телефон сбрось, когда срочно нужно, чтобы я тебе брякнул! Хорошо, поздно... В конце сбросишь! В конце сбросишь! Ну, еще... Давай! Ну, вопрос один такой интересный, возник у меня, я думаю, обсудить его. Честно, я особо никогда им не задавался, просто сегодня встретил его и думаю обсудить. Поэтому с чистого листа, я единственное, знаю по этому вопросу, только знаю из Писания, вопрос о женщинах в церкви. В частности, прочитал сегодня в живом журнале отца Дьякона Андрея Кураева о, в общем-то, беспрецедентном, можно сказать, историческом событии, о рукоположении в чин Дьяконисы, некой старице Фионы, в Конго, в Африканской церкви. Вот. Вот. И, в частности, там было указано о том, что этот чин позволяет право прикасаться к священным сосудам. В общем-то, да, само рукоположение происходит в алтаре. И далее отец Андрей пишет размышления небольшого на тему о вообще потенциальности женского священства в православии. В частности, он указует на то, что, в принципе, богословских якобы аргументов он не находит. И единственный аргумент, который может препятствовать этому, это аргумент чисто исторический. Ну, скажем так, если вот здесь я замолкаю и хотел бы услышать ваше мнение, насколько это вообще возможно, и если даже не брать в сторону богословия, а исключительно Слово Божие и церковные каноны, вот что можно об этом сказать, Игнатий Тихонович? Что сказать? Князь Владимир, когда крестил, никаких деканей сюда не привез. Вот. Тысячу лет, наверное, в России ни одной деканницы не было. Дальше рассуждать даже не о чем. Если они уже говорят предание и прочее-то. А взяли это оттуда, значит, тогда их и не было уже. Не было. Я с этой темой-то занимался уже, мне поэтому всегда на память приходит такое выражение. Лучше книжная мудрость, чем самобытная глупость. Я не хочу ничего выдумывать. Я просчитал это все уже, в курсе. Какие отзывы там идут. Отзывы пошли просто уже похабные. Ну, одна заходит, она там, епископ, и дальше показывает, какая она стоит там. Хотя не видно, но вот видишь, какая там может быть декольте в украшениях, какой цвет платка. Куда пошло-то? А по-другому как могло быть? Когда канон есть, если епископ приезжает в загородный дом, и там у него женщины готовят, то на момент, когда он проходит, нужно, чтобы их не было. То есть на епископа смотрят, как на застоялого производителя жеребца. Кобыл прячут. Но если каноны на это говорят, значит, да какой же он после этого епископ-то, что ему надо прятать их. Когда мы видим апостолы, как Павел, где он был? А на ней, вот все это, Прискила и Акила. Он у них. Дальше поминает Андроника и Юнию. Притом не однажды женщины служили Христу, а служа Христу, он Христос один не ходил. Были апостолы. Христос избрал апостолов. Дальше считаем 14-23 деяния апостолов. Говорит, старуху положил, присвятил его в каждой церкви. К Титу 1-5, чтобы ты довершил недоконченное. Поставил, присвятил в каждой церкви. Про деаконис вообще нету. Только в одном месте, один раз, в послании к Римлянам, 16 главе, апостол Павел передает привет деаконисы. Ну и ни правила, как их на это ставят, ничего. Когда он говорит не ранее, чем 60-летние, то говорит именно, когда их ставят вдов на иждивение. Пенсии-то не было. И при церкви были богодельни. Когда она воспитывала детей, принимала странника, помывала ноги, была один раз замужем. Вот интересно. Но теперь она все поняла. Один раз, два раза была, может, на одну ночь где-то. Все, уже ее туда не принимать. Хоть с голоду помирай. Поэтому нам нужно соблюдать. Не нашим умом там сказано было. Ну вот я посмотрел, что Андрей Кураев говорит, другие исторические связи, не знают. А история русской церкви-то почему не берете? Тут надо вопрос ставить так, в церкви. Почему в церкви так много женщин, которые без мужа наживают детей, которые по-простонародному называются Б. Литературное слово на него боятся говорить. А когда считают, церковно написано, пустословит, то по-славянски прямо в церкви считается, блядословит. Это не было ругательно. Но мы не считаем путана сказать, можно проститутка, можно блудница, можно. А это слово нельзя. Ну так вот. Мы как раз видим, что сегодня абсолютное большинство мужиков подкаблучники. У бабы этот властный характер. Ну совсем, Адам-то подкаблучник был настоящий. Ему прямо Бог говорил, не вкушай. Бабенка там одна, может быть, до обеда как получил ее, и уже разомлел. Сказал ей, ну зачем ты берешь-то, ты бы по руке ее отбил, и все. Даже первый раз бы, говорит, заехал по уху ей. И мы бы сейчас, как говорит один, баварское пиво, говорит, пили бы, в раю были. Но-то смеются, конечно. Откуда пиво-то быть? Так вот, апостол Павел, говорим, нигде не касается. Устава никакого нет, тем более, рухополагать и в алтаре. Я эту тему раскрою по-письменному, как. Просчитаю сейчас. С 17 февраля 2017 года, то есть 13 дней назад, в Конго, в городе Кольвейзе, патриарх Александрийский Феодор совершил первую хротонию женщины в Диаконисы. Это некая стареца Фиона. Ну, я дальше показал здесь, кто надо. Видите, курай, журнал и какой номер. Ранее она уже была катехизатором. Одновременно за той же литургией трех монахинь благословили в катехизаторы. Что он сделал? Совершил первую хротонию. Как? Откуда это устав? Не знаю. Ну, вот эта фотография. Вот он стоит, патриарх. Прилично. Женщина тут на пасашок. Видно, что у ней крест. Ну, игумение, так скажем. Другая женщина. Это у ней ожерелье или в самом деле такое декольте у нее. Я так и не понял. Я сейчас открою другой рисунок на минутку. Увеличу его намного больше. Так, Никита. Подожди, помоги мне разобраться. Посмотри. Вот эта женщина стоит. Это у ней что, рубашка такая или декольте? А! Декольте это, декольте у нее. Это у нее тело такое? Да, это тело. Это тело. Ну, вот. У нее тело-то смуглое такое. Ну, видно, платье-то дырявое какое. И стоит в руках, держит книгу. И книга-то большая. Может быть, даже Библия. Зачем? Рядом старец стоит. Как говорится, на пол головы открыты волосы. Ну, я не могу не говорить-то, потому что они же стоят. Вот те, прилично одетые женщины. С крестом, которая нормально одетая. А эта справа от него стоит, от патриарха, непонятно. Тоже, как и гумени какая-то, крест. Видно, что цепочка. Как так? Голова открытая. Ну, я просто говорю, а то скажут, что судил я их. Меня зачем судить-то? И теперь считаем, какая роль известная в истории церкви, чем они занимались. Я отвечаю, что может быть деканица при соблюдении священного писания и канонов. Владикийский собор, правило 44-ое гласит. Не подобает женщине в алтарь входить. Все. И куда мы это денем? 4-й век. Куда? Не подобает. Она что, перестала женщиной быть? Нет. Вот сегодня, если крест от мальчика, его вносят в алтарь, там вокруг престола, с обратной стороны проносят. Если девочки, ее подносят только к иконе, и перед иконой крестообразно ее проведут, и все в алтарь не заносят. У меня был случай такой. Во Фрунзе, ну это теперь Бишкек, Киргизия, там был настоятелем отец Владимир Цветков. Он не женатый, целибат называют в православии. Что за целибат это? Ну и я гляжу к нему туда, женщина заходит в черном одетый. Я говорю, отец Владимир, она-то зачем? Ну ее архиерею благословила, ее, ну может быть звали ее Валентина какая-то, а теперь она Пульхерия. Пульхерия, царица. Бабки перед ней млеют. И она привыкла в это, в этом состоянии. Я говорю, не положено. Канон запрещает. Она не перестала быть женщиной. Если маленькую девочку не вносят, а эта жила, может быть, жила и неблагочестива, но она прожила жизнь. И что, надели черную одежду, и она перестала быть женщиной? Приняла в мужские органы? Нет. На завтра она заходит. Там что, зачем она во время службы, чтобы ее все видели, а ей там делать совершенно нечего. И он к ней говорит, матушка Пульхерия, ты больше в алтарь не заходи. А почему? Канон, оказывается, есть. Канон. Не подобает женщине в алтарь ходить. Ладий Кийский, 44-я. К слову сказать, вот эти, которые там умничают, ни один его собор это не приводит. А разные, исторические где-то. Так и меня архиерия благословила. Это я не благословляю. Прошу выйти. Как она взыграла, как в ней все поднялось. Я архиерею жаловаться там буду. Что там она еще говорила? Ну, я сам-то не слышал, но он мне рассказывал. Вот и все. Ты должен твердо стоять на позиции, указанной в Священном Писании. Чтобы женщина не властвовала над мужем. Вот это проводите в жизни. И дальше. 1 Тимофея 2,12. А это уже Святая Библия. А учить жене не позволяю. Не позволяю. Представь, стоит Павел с жезлом. Не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Если ей должно быть безмолвие. А она... Зачем тогда нужна в алтаре-то? В церкви-то? Зачем? Если ей входить в алтарь нельзя. Разговаривать ни слова нельзя. А вообще зачем-то она, где конец это? Тогда они выполняли что-то, что алтаря-то и не было. Теперь по-другому все. Алтарь есть. Но апостол, какой алтарь-то? Служили по домам. И поэтому она была. До чего? А мы сейчас увидим, что у ней стояло повеление делать. Дальше. 1 Коринфянам 14,34. Жены ваши в церквах домолчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Безмолвие это означает ни слова. Вот дальше считаем мы. Это Википедия церковная. Первое упоминание о деканисах содержится в послании к римлянам, 16,1. Представляю вам, Фиву, сестру нашу, деканису церкви кенхрейской. Ничего больше нету. Во всей Библии нигде ни слова больше нету. Институт получил в период гонений на христиан. Тоже не говорится. Гонение было с первым веки. Ничего не сохранилось. Так в апостольских постановлениях говорится. Какие апостольские постановления? Где? Что это за книга? Не знаю. В некоторые, кавычки, в некоторые дома нельзя послать к женщинам мужчину декана. Из-за неверных. Посему для успокоения помыслов нечестивых пошли туда женщины для коницу. То есть она нужна для того, чтобы не подумали плохо язычники. Неверные. Тогда мусульман-то не было. Никакой причины больше нету. Так а зачем туда идти женщине-то? Дьякон может причащать, а она не может. Готовые дары он может тогда. Священники ходят. Апостольское постановление, конец 4 века, написано, содержит специальную молитву для чина поставления дьяконистов. Кто молитву составил, неизвестно. Что это за чин? Поставление дьяконистов совершал епископ через рукоположение в присутствии пресвятеров, дьяконов и других дьяконистов. Это совершенно новое, чего не знала церковь. Не знала, просто не было. А обряд посвящения в дьяконисты содержится также в канонах 1-го Нейкейского собора 325-й год. Но тут не указано, какое. Я пишу. Правила выписываю. Ибо, впрочем, они никакого рукоположения не имеют, написано. Правила. Так что могут совершенно счисляемо быть смирянами. Когда середьяков там приходят, никакого, они дьяконисты, они рукоположения никакого и не имеют. А тогда было одинаково, внешне это было. Халкидонский собор в 451-м году. И также в кодексе Барберини 780-й год. Что за Барберини? Никогда даже не слышал. Но это не книги правил, его нигде нет. Изучение этого обряда привело многих современных исследователей к мнению, что он полностью соответствует таинству церкви в современном значении. Какому таинству? Когда его нету. Видишь, нагородили сколько. Соответствует, а дьяконисты нету. Какое таинство? Вообще, никто его не знает. Из постановления 1-го и 4-го Вселенских соборов можно увидеть, что дьяконисты делились на два разряда. Дьяконисты рукоположенные, которые прислуживали в храмах при богослужении. Как прислуживали? Что они делали? Мы нигде не встречаем этого. Нигде. Ни в канонах, нигде ничего не поясняется. Как они были рукоположены, тоже неизвестно. В рукоположении допускались незамужние овдовевшие или монашествующие женщины, достигшие 40 лет. Это 15-е правило 4-го Вселенского собора. Так оно и есть. После тщательного испытания. Если же после рукоположения дьякониста вступала в брак, то она и ее супруг подвергались анафеме. Это тоже так и написано. Дьяконисты по одеянию, которые занимались делами милосердия. Что особое одеяние какое-то было? Согласно 19-му правилу Никейского собора Первой Вселенской, женщинам, посвятившим себя служению церкви, по достижении 25 лет благословлялась носить особую одежду. Однако до 40-летнего возраста они могли оставаться в доме родителей. Смотри, сколько ступеней. Рукоположить раньше времени, то есть, ну, как сегодня, помолвка была. Ей было 6 лет. В доме родителей живет. А откуда это взяли? Вообще ничего не понятно. Институт Дьяконист прекратил существование церкви в эпоху Средневековья. Что Средневековье имеет в виду? Время Лютера? Но мы говорим при князе Владимире, и тогда уже не было. Уже на соборах 6-7-й там вообще понятия нету даже. К Дьяконистам по одеянию можно пришествовать сестер Марфа-Мариинской обители милосердия, основанной святой преподобной мученицей великой княгиней Елисаветы в 1909 году. Елисавета Федоровна была сторонницей возрождения в своей обители, в своей. Щинодиаконист, служительной церкви первых веков, которые в первые века христианства поставлялись через рукоположение. Нигде этого не видно. Участвовали в совершении литургии, нигде не видно. Примерно в той роли, какой сейчас служат и подиаконы. То есть вилами по воде все написано. Занимались катехизацией женщин. Где, когда влачать она должна. А если говорить, наши сестры везде говорят и без этого. Вот у нас сестер можно прямо называть деканистами. Было бы. Они делают все, что здесь положено. Ну в церкви не положено. У нас есть смотрители женщины, называются. Смотрят за порядком, за одеянием, чтобы не было разговоров. То, что они участвуют в этом плане литургии. Занимались катехизацией женщин. Помогали при крещении женщин. Вот это было. Служили больным. Как помогали при крещении? В воду погружать. Батюшка сошел, женщина заходит. А у нее нас рядом. Подносят там что-то, дают одежду. Ну, батюшка в воде был. Стирают тут у него подрясник. Дальше в шатре они, палатки переодеваются. Женщины помогают. Вот какое. А не то, чтобы они что-то там... Но первое написано. Это в житии, я читал, у Конана Пресвитера. Мазали, когда тело миропомазания. Какие-то части тела мазали, которые могла мазать только женщина. Ну, какое женщина? Ну, только интимные места. Больше ничего здесь нету. Но он крестил какую-то персиянку. И была необычайной красоты. И сердце его заволновалось. И он не окончил помазывать ее. Положил свою кисточку. И пошел, заплакал. Ну, а дальше уже видение, откровение. И ангел там встречается. Похоти избавляет. Он возвращается. Она будто бы стоит там неделю, сколько ждет его. Теперь он домазал ее, отпускает. Ну, дальше уже... Не знаю, как этому верить можно было. Но главное, что мазали. Женщины. А сейчас нигде не мажут. Батюшка быстренько ногу чуть-чуть там помазал. Грудь или кофточку. Она вообще никакой роли не играет. Ее не... Сегодня вот рукоположи ее, она в алтарь полезет. Обязательно. Ее поставили деканец. Она обязательно пожелает быть священником. Поставили священником. Епископы. Сейчас показывают у протестантов. Там, ангеликанская церковь. Епископы. Женщины. Монашки. Играют в футбол. Как она ноги задирает, там бегает. То есть, это только дай. Вот мусульмане строго даже с мужчинами вместе не бывает. Как через решетку было у Израиля так же самое. И как вы считаете, должны быть? Были, но их нет больше. Как говорение языками, искусство начало возрождать сектанты. Еще получилось одно беснование. Песятики, харизматы. Уже Ириней Леонский пишет, уже не было языков. Уже в третьем веке их не было. Так и здесь. Служили больным. У нас сестры служат, ухаживают. В больнице дежурят. Сестричество называется. Вопрос о восстановлении института Диаконис обсуждался на поместном соборе русской православной церкви 17-18 годов. Однако из-за революции и последующей гражданской войны так и не был решен. А что решать-то? Не было и не надо. Зачем он нужен-то? Даже если их сейчас поставить, им надо полномочия расширять. В алтарь залезти. Главное в алтарь. А дальше что разговоров не будет? Священник там за стенкой и баба к нему заходит. Ну если уже с семинаристами спят эти... Почему их голубыми не знаю? Их надо назвать не голубими, а смрадными. Перемените им имя. Смрадные. В трудные годы большевистских гонений 30-е годы 20-го века женщины нередко привлекались к активной церковной деятельности, богослужебной практике. Правильно, вот у нас так и есть. У нас сёстры занимают положение очень серьёзное. Им поручается и касса, и они готовят подарки на разные праздники, куда поехать. Роженицы, это всё на них. Женщины часто становились старостами храмов. Правильно, мужчин-то нету. Певщими, но можно. Щтецами. В церкви готовые прочитать можно. Что сохраняется и поныне. У некоторых архиереевы и подьяконами служили маленькие девочки. В храмах антиохийского патриархата девочек и подьяконов можно встретить и теперь. Представьте, тут заходит 10-летняя, 12-летняя. Поэтому, ну, даже говорить-то не надо. Слава Богу, у русских никогда этого не было. Планы по восстановлению института Дьяконис имелись в Александрийском патриархате, в котором 16 ноября 2016 года на заседание Синода был создан комитет в составе трёх архиереев для изучения данного вопроса. Наконец, 17 февраля 2017 года патриарх Фёдор II посвятил в Дьяконисы несколько женщин, а обязанностью которых стала помощь в миссионерской деятельности, в катанской митрополии, в таинстве крещения взрослых, венчании, а также в катехиетической деятельности церкви. Непонятно, в таинстве венчания, какую оно роль принимать может? Ну, платье держать ей? Да платье, которое по полу идёт, кусок отрежь, да грудь закрой. А то висит, главное, платье-то вообще без лямочек, на одних титьках. Ну, как это, горится ли? Вообще безобразие. И венчания-то нету, венки сзади несут, головы не касаются. Венчания вообще нету сейчас. Бракосочетания есть. Ну, вот что больше сказать. Какие были функции у деканец церкви? Говорит, были разнообразны, но в том числе первое. Приготовление женщин к крещению и помощь в совершении крещения. Сегодня этот священник сам всё делает. Если никогда не было, теперь священнику полномочия убрать надо. А что она будет делать-то? Вот когда в озере крестятся, у нас переодеваются, женщины нам нужны. Прямо необходимо нужны. А когда в церкви только мокрой ладошкой по голове, куда ещё она? Что она должна делать? Размазывать воду по голове? Поддержание порядка в женской части храма во время службы. Кто знает сегодня женскую часть храма-то? Какой порядок, когда торговля туда? Это невыполнимо. Вот у нас это выполнимо. У нас полный порядок. И слева стоят женщины. Распределение пожертвования среди нуждающихся женщин. Но сегодня это нет, потому что пенсия идёт. Мы именно на какие-то дела. Посещение больных и беременных женщин в их домах со святыми дарами для причащения. Как? До священник разве даст это? Тогда, когда говорили, они получали отдельно в сосуд хлеб и отдельно вино. А сегодня священник везде ходит. Дальше есть также упоминание в 9 веке о том, что деканисы приносили причастие христианам, находившимся в плену у арабов. А это другой вопрос. Конечно, отдельно, не в сосуде, там как просворка, но может быть пропитанная, как у католиков делается обладку, он вино обмакивает. Апостольские постановления указывают, что деканиса, кавычки открывают, без дьякона ничего пусть не делает и не говорит. Но при этом никакая женщина да не приходит к дьякону или епископу без деканисы. Сегодня как ты это выполнишь? Подойти к нему нельзя, у нас этого и нет. Дьякон идет вместе со всеми, подходит, спрашивает, как это выполнить. И выполнить можно? Конечно, нет. Это с первого дня сразу нарушения будут. Она будет искать к деканису подойти, даст деканису, должна найти, тащить ее, а она живет в миру, на работе. Да ну нет ничего, это выдумка. Ничего этого апостолы не установили. Ну и дальше приводятся канонизированные деканисы. Семь деканис. Ну, я посмотрел, да, так. Святая Фиева Кенхрейская, Каринская, деканиса, первый век, упоминается в послании Павла Апостола к римлянам, 16.1. Память ее совершается 16 сентября по старому, по новому 3 сентября. 3 сентября по старому стилю. Дальше. Святая Татьяна Римская, мученица, деканиса, казнили в 226 году. За исповедание Иисуса Христа приняла мученическое страдание от римского градоправителя Ульпиана. Память совершается 25 января. Ну, 12 января по старому стилю. Святая Нонна Назианская, деканиса, 374 году. Мать святителя Григория Богослова. Память совершается 18 августа или 5 августа по старому стилю. С чем она занималась-то? Мы ничего сказать не можем. Данных никаких нету. Вообще никаких. И поэтому зачем все это выдумывать? Ну, только у Георгия Кощеткова пойти поучиться. А стоит ли там учиться? Там они все восстановили. Агапу и все. И люди были, которые там, говорит, не поймешь, что за шалман. Как брованного движения. Непрерывно. Во время богослужения. Святая Олимпиада Константинопольская. Деканиса, 409 год. 409 год. Ее высоко ценил Иоанн Златоуст. За преданность которому она пострадала и умерла в затащении. И на два года позже Златоуста. Память совершается 7 августа или 25 июля по старому стилю. Не знаю, правильно ли тут все это высчитано. Я не проверял. Дальше. Святая Ксения Миласская. Преподобная. Около 457 году. Не знаю. Не слышал даже. Память совершается 6 февраля, 24 января по старому стилю. Смотрите, как. Августа памяти совершается. Июля. Дальше. Блаженная Феозва. Родная сестра святых Василия Великого. И Григория Низского, и Петра, епископа Севастийского. Память совершается 23 января, 10 января по старому стилю. Я всегда считал так. Седьмое. Домника Константинопольская. Умерла в 474 году. Игуменье. Деканиса. Память православной церкви 8 января по Юлиановскому календарю. Ну, уже в это не попадает. Искусственно на старый стиль не стали говорить. Вот все, что можно сказать. Нету их. И затевать новый какой-то еще конфликт, он обязательно будет. Обязательно. Не надо. Если будет возможность, то скажите. Чем они должны заниматься? Это занимается сестра. Она не нужна совершенно. Если бы она была нужна, как священник, хоть ты где-нибудь, священник нужен совершить литургию. Основное-то мы и без них знаем. Епископ нужен для рукоположения. А для чего она нужна? Вот сейчас кто ратует. Зачем помогать в крещении? Ну, если только действительно. Да там любая сестра может помочь. Наши сестры не деканисы. Они помогают раздеться, что они были в воде. Одежду эту принять, постирать, посушить. Вот ответ. Простите, Христос, Игорь Тихонович. Тогда еще вот о маленьком пополнении вопроса. Вы об этом сказали. И, в общем-то, это тоже у меня этот вопрос возникает периодически. О чтецах. То есть вот женщина-чтец. Мы знаем из Писания, что женщина должна в церкви пребывать в безмолвии. И только дома спрашивать у мужа. Но, опять же, да, вот церковь, как иклесея, понимать можно как и собрание. Ну, или то, что сегодня понимается по церковью храм. И вот, допустим, во многих храмах, и у нас в том числе, вот это то, что вот у меня возникает определенное смущение, что действительно женщина чтит. Насколько это оправдано? Как говорится, учить, не учить. Когда говорит, учить жене не позволяю. Прямо говорится, учить не позволяю. А она и не учит, она поет. Поет готовое, озвучивает. Это в церкви хоры были всегда. Всегда было и в Израиле. И они отдельные хоры составляли. Женщины. Мариам воспела, когда прошли море. Но мы считаем это. Никак нельзя. То есть не относятся. И если где-то нужно считать, то это по нужде, когда никого чтесов нету. Она готовая, дали ей, она просчитала. Все. А если она желает какое-то поучение дать, сестрам, которые готовятся оглашенные, ей разрешается это делать. Но они в храме. Не в храме. У нас женщины занимаются преподавателями специально. Ну, называлась христианская этика. Вот там в школах мирских, там творческие центры разные. В этом ничего нету. И Златоуст говорит, что женщина услышала, должна учить своих рабынь. Прямо. Мы должны это и понимать. Ей дан талант. И если мужчина теряет кафедру, то есть он пьян, то жена имеет право учить. Она занимает кафедру. Семья не может потонуть. Бывает капитан пьяный, тогда любая бабенка может ссать за штурвал, и чтобы не дать кораблю опрокинуться, поперек волны не повернуться. Понятно. А то у нас было тоже. Вот в церкви молчать надо. Женщина не имеет права петь. А когда христосуется, когда христосуется, можно сказать, воистину воскрес. Когда идут, все приветствуются. Один раз в году это бывает. Ну, зачем мы будем спорить, о чем не следует. Пусть главная задача, чтобы мужчины не были подкаблучниками, они не командовали. И второе, чтобы женщины никогда ни дома, ни на работе, не надевали мужскую одежду, брюки, всегда были в юбке. Она мерзавкой делается. Чтобы волосы не стригли, щелку себе не подстригали, украшения не носили, посты соблюдали. Никаких противозащаточных, ни абортов, ничего не было. Вот ее роль. Ей тогда не до этого будет. Если ее всем этим загрузить, да будет ни один ребенок, как вот показывает там, 20 ребятишек сегодня. 20. В сегодняшнее время. 20 ребятишек, прикинь, куда, говорится, сам бы сел, да без обеда остался. Вот она пусть, говорит, занимается, чем щадородием спасется, если пребудет в вере. Ей туда лезть никуда не надо. А кто придет, ну подскажет. Она дома должна слушать писание, записи наши, которые на пленке аудио дать ей. Пусть Библию слушает, жития святых. Вот мы можем конкретно поучаствовать в становлении нештатного института сестричестный деканис, в кавычках. Про деканису мы совершенно ничего не знаем. Ни возраст. Каноны были, мы их говорим, были, но дальше их не было. Их вообще не было. Уже ни один святой отец не упоминает, никто не упоминает о них. Нигде в канонах нету. Зачем нам теперь, вот придумали ИНН, пищать антихриста. Слово пищать и не написано, написано чертание. И вот теперь бились, бились, бросили, опять за счет ухватятся. Сейчас деканисы, то земля плоская или... Ну какую-то глупость, вот она подкинет кость, и он грызет человек. Грызет ее буквально. Да ты только глянь маленько, землю Бог повесил ни на чем. Повесил. А твердо на земле, на столпах утвердил ее, образное выражение. Повесил определенно щетка, как тяготение. Я вот сейчас показал тут одному Федор Конюхов, путешественник. Он с детства все это думал, как говорится, мечтал. Это нехорошее слово, мечтал. Ему сготовили этот аэростат, поднимать шар, Монгольфьеры, как это называют, в Англии, на лучших заводах больше года готовили. Многослойный, там изоляционный и далее. Он полтонны весит и показывает, как собирают. А у него-то ни мотора, ничего нет, он движется, только ветер дует. И куда его удует-то? Его привезли в Австралию, и он решил с Австралии вокруг земного шара, шара, не плоской земли, облететь и с той стороны залететь. Никому это не удавалось, только один американец перелетел. А до этого было шесть попыток, из них только первые пять погибли все. А почему этот перелетел? Потому что был организован целый штаб, как у Конихова. И они оттуда наблюдали, метеорологи из Англии, там собрались такие величины, и они смотрели, там выше восьми километров идут потоки, потоки, мощные потоки до четыресот километров в час воздуха, ну вот, разреженный воздух-то. Притом, в разных направлениях идет. И вот они, зная это, а это дают данные только со спутника, и они там обрабатывают, ему говорят, ты поднимись на такую высоту, его тогда подцепят и туда. Он маленько не поднялся, его утащило уже там в Антарктиду. А который был, он говорит, нет, его сейчас повернет назад. Поднимайте его, чтобы он поднял, там горелка у него, горелка, разожги. Он поднимает, его подхватило и поперло к Австралии, теперь еще пониже, и он точно прилетел на то место. Этого нельзя было сделать, потому что не было этих данных от космоса. Человек, который думает плоское, ему никогда не переплыть. То есть, переплыть, не переплыть, а перелететь. Когда плывет, он руками гребет. Вот еще одно из доказательств. Спрашивается, для чего рукополагали, когда человек вообще не служит, и знали, что не будет, как охлобыстин клоун там бритый. Я не знаю вообще, для чего их рукополагают. Еще должны сейчас Федор Эмельяненко рукоположить, Николая Валуева, в депутаты его. Смешно даже. Ну, вот так. Ну, что же, Гнатья, благодарю вас за ответы, за развернутые полны, в общем-то, все они во свете Писания и канона в церкви. Вам, кто будет говорить, вы скажите, она остается или женщиной? Ну, а как? Ну, про женщин 40 человек отправила. Вот и все. Вот и все. Отвечет ему. Вот такое дело. Вот такое дело. Ну, все тогда. Ну, все, с Богом. Я говорю за беседу, да, поклон благорода Владимиру, вижу его. Вот он. Вон еще, Никита. Так, мы все выставляем в интернет. Вы не против? Я не против. Ох. Да благословит Господь. Слава Христу. Во веки слава. Аминь. Домашним поклонам. Давай. С ним приятно беседовать.